День работников СИЗО и тюрем Я хотел бы воспользоваться случаем, поздравить всех людей, кто несёт своё непростое услужение в этих исправительных учреждениях с профессиональным праздником. Пожелайте вам помощи Божьей в ваших трудах. Вадыка, ну вот в продолжение вашего обращения, как вы думаете, вот эти люди, какими прежде всего качествами они должны быть наделены, чтобы уметь делать эту работу, делать её хорошо, правильно? Вы знаете, я вспоминаю своё самое первое посещение тюрьмы, когда ещё был священником. И тогда Владыка благословил поехать в учреждение, где я исповедовал и причащал заключённых, которые попросили об этом. Там была такая достаточно крепкая община, которая собралась из числа осужденных. Но вместе с этим среди осужденных были и те люди, которые, что называется, надзиратели, смотрители, которые профессионально исполняют свой долг. И после богослужения я также побеседовал с руководителем этого учреждения, собрал небольшое количество его помощников. Я помню своё первое откровение, которое я услышал. И когда я у них задал вопрос, что здесь у вас самое тяжёлое, они сказали, самое тяжёлое – не впускать вот это зло в своё собственное сердце. И это зло не приносить домой. Да, работа непростая. А я когда-то спросил, а что же зло? Ну, здесь уже люди находятся в определённом мере, там, до наказания несут или исправления. Они говорят, мы же видим этих людей, и все по-разному здесь проживают свою жизнь. И когда ты понимаешь, что даже это меры пресечения на человека не распространяют своё действие, или, правильно сказать, человек не пользуется этим временем, то очень тяжело, говорит, не заразиться собственной душой. И вот мы тогда, я помню, после той беседы достаточно часто и даже чаще начали встречаться не с озужденными, а с работниками этого учреждения, именно для того, чтобы помочь им найти в себе человеческие силы, сохранять вот это пространство, свободу от этого зла, от этой ненависти и от боли. Так, а насколько древняя практика храмы строить в тюрьмах? Она появилась тогда же, когда, в общем-то, и появились люди, которые нуждаются в помощи. По сути своей, тюрьма, может быть, для кого-то эта аналогия станет очень странной, но места, где люди нуждаются в особом внимании, и среди них не только тюрьма, это и больница, а для престарелых, где также люди находятся и нуждаются в особом внимании. Но, понятно, по разным причинам там находятся люди. Так вот, там, где люди, там всегда наличествовала и присутствовала церковь, потому что церковь – это прежде всего для людей о Боге. И там, где находится человек, особенно на грани вот этого своего человечества, чтобы не отчаяться, чтобы не опустить руки, чтобы не совершить еще более страшных преступлений от своего отчаяния, от своего неверия, от своего нежелания жить, от своего презрения к жизни. Там всегда находится церковь, чтобы в человеке помочь сохранить человеческое. И тюрьма, в том числе, это такое же место, где происходит со стороны наличествующей общины, а сегодня, слава Богу, такая возможность есть везде, помочь человеку сохранить в себе человеческое лицо, помочь принять правильные решения и справить себя. Вот так вот мне приходилось бывать в тюрьме на съемках, и я очень хорошо помню тот момент, когда нас сразу предупредили, не поворачивайтесь спиной, вот будут идти заключенные, причем это были подростки. Нельзя было поворачиваться. Нас сопровождали люди, которые все время как бы нас со спины защищали. Священник служит в храме, он поворачивается спиной, стоит не один заключенный. Вот этот момент, это же страшно, люди же разные. Ну, во-первых, надо сказать, что в храм-то приходят уже те, которые еще до того, как переступить порог храма, сделали очень важный шаг внутри себя, вот высший, что называется, истенье. От этого мрачного черного образа к образу, на который падает свет солнца, первый луч. Они уже внутренне сделали шаг. И приходя в храм, эти люди, как правило, во всяком случае, с теми, с которыми я многократно встречался, и тоже и теперь, когда совершаю регулярное богослужение в таких наших тюремных храмах, вижу людей, которые этот шаг сделали не под давлением каких-то внешних обстоятельств, что, наверное, особенно обращает внимание на себя в этих людях. А эти люди делают шаг под серьезным, так можно сказать, внутренним диалогом. Их приводит в храм не горе с ними случившееся и не обстоятельства, в которых они оказались, особенно в этих учреждениях. А в этих учреждениях их приводит в храм ощутимое желание стать другим человеком, остаться человеком. Стать по-настоящему сильным не тогда, когда ты владеешь там жаргонным языком, какими-то знакомствами или так называемым, знаете, там, списком совершенно недобрых дел, а стать сильным, потому что ты по-другому, где-то даже парадоксально относишься к тем, кто рядом с тобой и к собственной жизни. Это, во-первых. Ну и, конечно, священник, и находясь в том числе и в таких учреждениях, да, действительно, если так можно сказать, это подвиг. И я знаю, вот в нашей епархии священник, который на протяжении нескольких десятилетий несет это послушание, и, наверное, один из старейших священников вообще в нашей церкви, который на протяжении такого долгого времени служит в тюрьме. И сейчас я благословил ему написать его воспоминания и книгу, и некоторые главы он мне свои уже прочитывал. Это удивительные истории, которые, мне кажется, не оставят никого равнодушным. Эти истории не вызывают жалость по отношению к этим людям, нет. Самое главное, эти истории вызывают желание самому быть настоящим человеком. Вот действительно, ты вспоминаешь эту известную пословицу «от суммы до тюрьмы не зарекайся». И этот священник мне рассказывал о разных судьбах. И, кстати, сказать, благодаря ему я также познакомился с людьми некоторыми, которых казалось, ну уж что угодно можно было бы ожидать в их жизни, но только не тюремного заключения. И вот я помню этого полковника, с которым общался. И когда он оказался там, было совершенно для меня даже не бесполезно поговорить с ним о его собственной жизни. И, наверное, не столько я ему смог тогда помочь, хотя, конечно, какие-то слова сказал, но он поблагодарил за то, что спасибо вам за то, что вы меня хотя бы послушали. Я понимаю, что вы ничего не можете поменять в моей жизни, то есть благодаря вам никакие другие решения приняты не будут. Но я знаю другое, что благодаря вашим молитвам я смогу сохранить в себе то, что называю своей правдой. И до конца за эту правду вынести этот тюремный крест. Владыка, но от священника ведь не каждого, наверное, направят служить? Не каждого. К этому нужно быть готовым. Так же, как, кстати, и к больнице. Опять я эту постоянную параллель провожу, но где-то есть много точек соприкосновения. Это должен быть человек не только с таким, знаете, большим сердцем и большой душой. Это должен быть человек с очень большим терпением. Потому что исправлять другого человека – это то же самое, как скульптор. Это мало-помалу из вот этой куска бесформенной глины, которой можно со стороны взглянув сказать грязь, вот из этого бесформенной такого вида человека, который испачкал свою жизнь дурными поступками, мало-помалу создавать, возвращать образ, очищать от этой грязи, выбеливать человека. Нужно очень большое терпение. И, кроме того, нужен, конечно, и собственный житейский опыт, потому что личный опыт священника, его авторитет среди своей паствы имеет очень большую роль. Вот тот священник, который его вспоминал, его все хорошо знают в нашем городе, и он действительно пользуется таким, можно сказать, безусловным авторитетом. И поэтому к нему прислушиваются люди разных возрастов, и в особенности, находясь там в местах лишения свободы, с волей они узнают об этом священнике, получают добрые вести, и с таким доверием приходят к нему, чтобы рассказать ему впервые, может быть, о своей жизни, то, что тягчает их совесть и утяжеляет их собственное сердце. Священник должен быть с большим терпением. И молитвенник. Вот я спрашиваю у батюшки отца Анатолия, назову его имя, «Отец Анатолий, как вы потом вот всё это переживаете? Я могу себе представить, вы принимаете исповедь, и непростые бывают разговоры». Он говорит, «Знаете, Владыка, я потом молюсь об этих людях очень долго, очень часто вспоминаю в своих молитвах. Это мне помогает». Владыка, но вот как показывает церковная практика ваш собственный опыт? Вот неужели на самом деле возможно перерождение человека, если он сделал страшные вещи в своей жизни? И вот многие не верят, что это до конца возможно, если он уже переступил какую-то грань. Если бы я в это не верил, я бы не верил в Бога. Если бы я не верил в возможность того, что человек может поменяться, и в то, что он может стать совершенно другим, тогда для меня была бы непостижима, невозможна вера в Бога. Потому что вера в Бога, она основана прежде всего на самом главном таинстве — воскресенье, когда мёртвый становится живым. «Если я не верю в победу над смертью, в победу над грехом, над даже прошлой дурной жизнью, значит, я не верю вовсе». Конечно, по-разному складывается и судьба их жизни этих людей. И, может быть, как-нибудь об этом мы тоже с вами поговорим, потому что этому способствует большое количество обстоятельств. И общество, которое не сразу готово принять человека, в документах которого будет стоять соответствующая отметка. Ему не так-то просто устроиться где-то на работу, когда узнают о том, что он был в местах лишения свободы. У такого человека бывают непростые отношения и со своими близкими, родными. Они по-разному оценивают. Конечно, есть то, что они не готовы простить другим. И среди этого, наверное, можно найти правых и с одной, и с другой стороны. Но я знаю немало случаев, когда люди действительно исправлялись и вот хватались за этот шанс. Я помню свою беседу с одним осужденным. И он сказал о таком печальном поступке, страшном поступке, который он совершил против одной семьи. и говорит мне, что мне теперь делать, как мне с этим жить. Я, конечно, раскаиваюсь. Я понимаю, что я совершил неправильный поступок, не объясняю его ничем, не оправдываю ничем. Я говорю, вот теперь должны всю свою жизнь, во-первых, не только молитвой, но и собственным трудом стараться поддерживать эту семью, в которую вы принесли печаль. И ради того, чтобы искупить это, мне кажется, невозможно побороть боль, которую вы оставили в этой семье. Она будет еще очень долго жить. Но чтобы в вас эта боль не жила, вы должны изо всей силы теперь постараться сделать так, чтобы вот ваша жизнь такая была, вот, знаете, центр ее был в этой семье. Чтобы вы для этой семьи сделали как можно больше хороших и добрых дел. И пусть об этом никто не знает, что это вы делаете. Пусть это будет тайная жертва. Но эта тайная жертва явно сделает вас настоящим человеком. Если подводить итоги, мы опять возвращаемся к дню работников следственного изолятора и тюрем. Это профессия, это призвание. Да. Говорю это совершенно уверенно, потому что среди людей, которые там трудятся, вы знаете, я познакомился с очень многими потрясающе добрыми людьми. Вот я помню одного такого своего друга, знакомого, который меня поразил именно этим. Познакомились через такую доброту его, такую открытость, очень с таким большим чувством юмора. Я спрашиваю, вы где работаете? Наверное, где-то учителем или в каком-то детском садике даже показалось. Когда мне сказал, что он работает в тюрьме, я узнал, для меня это был совершенный парадокс. Ну, парадокс, казалось бы, там вот люди должны быть, он их отпечаток этой сыровости должен быть на лице. Это призвание помогать другим людям. И где-то в том числе усилием собственной воли останавливать зло. Делать так, чтобы зло никогда не становилось правилом жизни. А это может сделать убедительно только тот, кто смог это зло остановить в себе самом. Как говорит апостол, «Побеждая зло добром, сам не будь побежден злом». И, наверное, эти слова можно в полной мере отнести к тем людям, кто трудится в исправительных учреждениях. Владыка, ну, конечно, в конце программы попрошу вас обратиться к ним лично в их праздник профессиональный. Спасибо большое за нашу сегодняшнюю беседу. Дорогие братья и сестры, знаете, не могу не вспомнить еще один момент. Вот когда приходил на порог вот этих учреждений исправительных, встречал сразу там две категории людей. Мам, родных, которые приходили к своим, да, оказавшихся там по разным обстоятельствам, но с надеждой. И те, которых пропускали, они друг другу говорили спасибо. Спасибо тем, которые любят, и спасибо тем, которые помогают все исправить. Спасибо вам за это. Храни вас Господь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова